1944 Всем привет в новом влоге И сегодня я пришла к мастерскую Но я нахожусь не в привычном месте Где я тут шпаклевкой работаю А возле машинки Я не шила 5 лет 5 лет я не шила никакой одежды Периодически бывало, может раза 2 За это время я подшивала простынки Ну что-то там элементарное Где-то уши в ванне, что-то такое Но я не шила одежды никакой Ровно 5 лет И у меня впервые за это время Я убиралась здесь после нового года В мастерской Думаю приберусь Вот это сзади называется Просто я все с пола сюда убрала Чтобы пол помыть Это мастерская Посмотрю ткани, какие у меня есть И случайно на меня выпал Пока я выбирала в этом шкафу У меня здесь часть есть ткани И случайно на меня выпал пакетик Я развернула И в пакетике оказался целый Вот такой большой отрез От натурального черного шелка Я покупала, не знала для чего Ну что-то хотела шить Может быть это остаток какой-то Я вообще уже не помню Я помню, что как раз таки лет 5 назад 5-6 назад, когда я активно шила У меня очень много шитых платьев И я очень любила натуральные ткани Ой, смотрите, какой натуральный шелк Аж улетает от меня И особенно шелка Я просто обожала У меня есть один любимый магазин В Краснодаре, не знаю, работает он сейчас или нет И там был большой выбор Натуральный шелк продавался Из брендовой одежды Там Валентина, Дочи Кабана И так далее И остатки Ну я думаю, если вы не знаете Будете знать Когда вот эти большие бренды Отшивают свою партию Очень много остается просто ткани Натуральной, шелк, фабричной Она вот из нее как бы И шьют эту всю коллекцию Но остатках остается очень много И потом уже кто перепродает эту ткань Приезжают прямо на заводы И по несколько рулонов Там выдается эта ткань И уже по миру она как бы Продается вот в таких вот магазинах тканей И это не подделка Это реальные натуральные ткани Я даже сравнивала эти ткани Я заходила в магазин Дочи Кабана вот конкретно Я сравнивала Какие вот шелк я покупала И вот одежда Какая из него сшитая В общем ткань одинаковая Один в один То есть там нет никакой разницы Хорошая возможность Если вы не можете позволить себе Платить за 100-200 тысяч Вы можете позволить себе шелк Но шелк конечно тоже стоит не дешево А сейчас я даже не знаю Сколько это может стоить Когда я увидела этот шелк Я поняла, что я хочу с него сшить И я пока разбирала ткани Думаю посмотрю ткани Нашла вот такие Очень красивые Это кружево Здесь на нем такие птички Я скорее всего Это в тот момент был тоже Какой-то бренд Выпускал тоже лет 6 назад Очень старая была коллекция С птичками Может вы помните Это было даже очень актуально Я это видела Я не помню у какого бренда Но вот это именно не фирменная Вроде ткань Честно говоря не помню Скорее всего это что-то типа Под что-то Не помню что Короче было давно Ткань очень мне нравится И еще вот нашла вот такие кружева Кружева это тоже итальянские Натуральные кружева Очень крутые У меня почему-то это Какими-то вот Несколько вот таких отрезов Тоже что-то я делала И у меня появилось Огромное желание Что-то сшить Впервые за 5 лет Потому что все эти годы У меня не было желания Ничего брать в руки Вот я нашла даже старый журнал Бурду Думала может выкройку снять Но потом подумала Что мне оно тут Простенькое такое Выкройка нужна Сама справлюсь Я кстати большинство вещей Которые себе шила Ну я снимала Основу выкройку Какую-нибудь там на себя Делала вот чисто по себе Ну вот как бы я Ну и В размере выкройки И потом я уже добавляла Знаете на глаз туда Добавить туда Чтобы загнуть И как-то так оно Раз-раз и выходило В общем Такая у меня система В итоге Хотя я прошла Несколько систем Конструирования одежды У меня там И Любакс По-моему Системы там Венках Я это знаю Но мне вообще Это не подошло И другая система Не помню как она называется Ну Классическая Более Лучше конечно Намного Там более все понятно Но тоже я в основном Пользуюсь вот таким вот Методом Как бы на глаз Что-то там Зажало И вышла Как хорошая вещь Вот такие вот дела И этот влог Я думаю у меня будет Швейный И если вам это не интересно То тут я вряд ли буду Сегодня рисовать Или что-то Ближайшую эту неделю Делать Думаю за неделю Как раз таки Этот влог сниму Я надеюсь Что я за неделю Вот это вот простенькое Что я придумала Пошью И вот такой вот Будет тоже творческий Арт влог Это тоже арт Почему бы и нет Потому что Шитье Фэшн Это То еще искусство Конечно искусство Я тут буду мало создавать Именно В этой одежде Но я это очень люблю И я думаю Когда-нибудь Я к этому вернусь Не знаю пока когда Но вот желание есть Желание есть Что-то шить Всем добро пожаловать В новом Арт швейном влоге Я не наметываю ничего Я закалываю всегда Вот так вот Пулавочками И потом стречу Самое главное Если вы работаете шелком Ну во-первых Хорошо заколоть А второе Хорошая нитка Ой нитка Хорошая иголка Ну нитка Во-первых Тонкая Должна быть хорошая Бывают дешевые Плохие И второе Это очень важно Чтобы на швейной машинке У вас была Тоненькая такая иголка Вот так вот По периметру Просто закалываю И простречу И придумать Какие-то тоненькие Бретельки Вообще идеально Если сделать Эти бретельки Из этой же ткани Шелковой Отрезать кусочек И сделать Но Дюля я делаю Все это просто долго Будет времени У меня нет Много времени На это тратить И тем более Я шью Вот из этого Кусочка Такое платье Которое будет Одеваться под Платье Вот эта кофточка И буду наверное Шить сразу Здесь на оверлок А вот здесь Нужно вот тут Сейчас сначала Прострочить Вообще не знаю Что из этого получится Хочется что-нибудь Нежную Какую мыть Блузочку Но тут в принципе Знаете Когда оверлоком Шьешь Такие ткани Можно и не накалывать Так Чисто Чтоб не запутаться В общем Время у нас Тихого часа Я тут пока убирала Время быстро прошло И вечером Наверное Постараюсь прийти И все это Быстренько прострочить В общем соседи Делают ремонт К сожалению Это видимо надолго Нашла коробку Со своими залежами Смотрите что я нашла Этот цветок Тоже по-моему Оригинальный был Кружево Дольче Габбана Была коллекция такая Ну я думаю Все знают Потому что эти цветы Дошли уже везде Они везде были И до сих пор Можно найти вещи С принтом Под вот эти розы Но потрясающей красоты Мне очень нравится К сожалению Из-за того Что это теперь Есть на каждом Человеке И продается Уже за 3 копейки Ну сами Вот эти вот платья С таким принтом Поэтому Ну как бы Антитренд явный Стал давным-давно Но сама роза Очень красивая Очень качественная Такая вышивка Вот не знаю Куда я его Когда-нибудь Я его потреблю Мне очень нравится И я хочу найти Какие-нибудь кружева Которые можно было бы Сделать как лямочки В принципе Если хватит Наверное Из вот этой И сделаю себе лямочки У меня на платье Такие были На каком-то Осталось Хорошие кстати Они твердые такие И очень плотный Плотный хлопок Наверное Из этого и сделаю Лямочки Вот смотрите Какие у меня Шикарные Есть кружева Вот тоже Это же я что-то хотела Шить Очень плотное Вязаная Такая Ткань Вот это тоже Это как раз таки Вот где-то у бабушки Или у мамы Не знаю Нашла Тоже очень хороший Такой хлопковый Куда-то можно пришить Красивый цвет Короче все Выбрали Вот это Беру И из него Будут лямочки Соседи начали Тут дрелить ремонт И я пошла Я вам показывала Одежду Которую купила Для нее И вот что Произошло Толопов Толоповая Толоповая Точно У нее там В голове Осталась конструкция Хорошо бы ее Вытащить Самое главное Как вот это Починить Удивительно Я нашла Железку Идеально Подходящую К голове Миробель Барби Железка Для откручивания Голов В общем Я нашла Чем ее Там подцепить Там какой-то шарик Нужно теперь Барби Размочить В горячей воде И он По идее Должен Легко туда Войти Я сделала голову Единственное, что Вот эта вот трещина Она здесь будет В принципе, даже шевелится Вот эта вот трещина Знаете, чем я занималась Всю ночь Не поверите, я смотрела видео Про Барби После того, как Ваня сломал Ей шею, я, конечно, расстроилась Потому что сам пластик разломался Но я решила поискать Вообще, я стала вспоминать Это очень, наверное, странно Слышать о 36-35 летнем Но у меня любимая Эта кукла И я стала вспоминать, что это за кукла Как она вообще выглядела Я реально не помню, даже в какой она была одежде Я вспомнила, что у нее была ракетка И я стала искать Барби, ну, примерно 90-х годов Я даже не помню, какого она года Нашла Барби 94-го года Очень лицом вот этим Как-то молд куклы называется Очень похожий именно на мою Мирабель Но там была другая одежда Я стала искать 94-й год И Барби-теннисистка И я нашла ее Как она выглядела Они даже продаются и на Авито Есть куклы, и там где-то еще Но их немного, кстати, в продаже Видимо, не такая уж была частая кукла Хотя, не знаю, вы помните такую куклу? Я сейчас ставлю вам картинку Вот как выглядела эта кукла Если вы помните Такие куклы, напишите И если у вас была ваша Барби Расскажите, какая у вас была Барби Реально мне интересно И я всю ночь смотрела видео Я нашла канал Наташи Берсика Мы с Наташей знакомы Еще до того, как она начала Про куклы вести этот канал И тогда я еще думала Ну, контент классно снимает Все красиво Но думаю, ну вот Как бы это такая узкая направленность Про куклы слушать Как бы кому оно надо Ну, мне не было интересно тогда И я поняла Я поняла вообще ее канал И почему у нее там 2 миллиона подписчиков Потому что это реально интересно Она, кстати, реально классная Интересная Вот прям хочется смотреть И смотреть даже Если вы получили нужную информацию На обзор какой-то куклы Которая вас интересует Просто как-то так снято классно Очень профессионально В общем, видео Наташи меня завлекли Я также смотрела обзоры кукол Как Барби менялась И это так интересно Потому что первая Барби Была в каких-то 50-х годах Она была похожа на Мерлен Монро И вот всякие там Ну, вот того времени И первая Барби Смотрела не прямо как кукла А вот так вот В сторону И это была вот такая вот Характеристика именно Барби И вообще сам бренд Было интересно посмотреть Это представьте Уже сколько там 60-70 лет Бренд на плаву И считается Барби Самая такая крутая кукла И самая узнаваемая до сих пор Хотя вот представьте Сколько лет прошло И все почему Потому что они шли Всегда в ногу со временем Сначала Барби была как Мерлен Монро выглядела Да Потом она стала меняться И меняться Там даже были в какой-то момент Барби хиппи Потом вот эти Барби 90-х Которые, я думаю, все помнят Реклама Даже вот я мужу показала Рекламу Он говорит Я помню эту рекламу Потому что Вот эти волосы белые шикарные И звездочки Можно было рисовать Пшикать краской После этой рекламы Я помню, захотела Барби И вот так мне повезло Что родители мне ее привезли С Польши И в России не было Практически Ну, как вы помните В 90-е У нас тут мало чего вообще было И я очень радовалась Этой Барби И была моя любимая кукла Я помню, все время С ней везде играла И у моей подружки Была тоже Барби Но у нее была Вот не знаю Какая Барби Но у нее пышное Какое-то платье было Я помню, ее куклу Звали Снежана Мою миробей Воспоминания детства В общем, я так радовалась Что я нашла, как выглядела она И я Что, не зря смотрела эти все видео Я узнала, как эту голову Можно вставить обратно Ее надо намочить Растопить Я попробовала У меня получилось У нее, конечно, осталась там такая дырка И вообще Очень я хотела бы Ей все-таки поменять тело На вот такое шарнирное Но теперь я знаю Как можно одну голову куклы поменять И просто буду тела Главное, по цвету подобрать В общем, вот такое вот Мое новое увлечение Я куклами Барби Да Играю Играю Что хочу, то и делаю Лишь бы Чем бы дитя не тешилась Лишь бы не плакала Пью чаек и приступаю к шитью Я здесь все разобрала Помыла стол Заправила машинку Аверлок сейчас у меня тоже будет И такой какой-то уют получился Вот знаете В рабочей художественной мастерской Особенно Когда занимаешься вот этим гипсом Скульптурой Этого уюта нет Как бы я ни старалась Чтобы у меня тут было уютно Все равно вот вечный Вот у меня на заднем плане Все, что происходит Эти барельефы Какие-то шпаклевки Это невозможно как-то спрятать Или сделать уютным Потому что это рабочий процесс И оно Ну, короче говоря Никуда это не деть А когда это швейная мастерская Вообще другая вещь Потому что можно как раз-таки Сделать этот уют Этот мягкий свет Потому что сильно много света не надо Главное видно было Где-то там шьешь И все Это такая вот уютно Мне часто работает радио какое-нибудь Обожаю Когда шью Я включаю чаще всего просто радио Музыка И ты что-то делаешь Вот стол передо мной Я, кстати, много лет У меня не было стола И я все краила на полу Это было неудобно И сейчас у меня наконец-таки Есть вот этот вот стол И вот это вот вся обстановка Уюта Тепла Зимы И хочется сделать что-то приятное Летнее, скорее всего И не зимнее, конечно Но надо с чего-то начинать И поэтому вот Я хочу, чтобы Может быть вы посмотрели это видео Тоже вдохновились На какой-то уютный Теплый денек Когда вы можете дома Что-нибудь сделать Своими руками Не важно Может быть даже шить что-нибудь Связать Вышить Смотря что вы любите Каждому свое нравится Вот так вот буду наслаждаться Процессом шитья Потому что процесс заборелепов Надо иногда переключаться Вступление долгое перед работой И, кстати, всегда Когда начинаю какую-то работу Большую Особенно Я вот так вот наливаю Какой-нибудь себе чай Кофе Пью Просто сижу в тишине Вот у меня порядок Все разложено Все готово И вот эта кружка Какого-то напитка Ты ее выпил Включил музыку И все И дальше ты погружаешься В какой-то творческий процесс ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Практически готово Надо попить У меня есть кружево Они у меня не подходят По размеру моей Низа Кружево просто потрясающее Любимое слово Потрясающее Посмотрите Ну это же очень красиво И это самые По-моему, на тот момент Были дорогущие Итальянские Натуральные Все Замечательно Все стыкаются Прошью Голодовка Какая-то анорексическая Какая-то голодовка Я сколько ем Ты голодная Хватит есть Я вижу, что голодная Я вообще не голодная Ты на ужин какой жир съел? На ужин А что ты говоришь Уже поздно кушать Не буду кушать На ужин надо немножко жир Ладно Ну чтобы раба получила Ну какого жир Давай сальца съем Сальца нужно Один кусочек Поеха Шуф Сальца Поехала Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, с обратной стороны сертификат, что эта кукла оригинальная. Она просто великолепная. Если бы мне сейчас было лет 7, 10, ну короче, 35, я была в полном восторге. Очень крутая, очень. Если вы хотите на подарок кому-то подарить, советую. Именно из этой серии, вот эта мне больше всего понравилась. Она, во-первых, красивая, на мой взгляд. Одежда, одежда вообще. Я когда увидела, влюбилась именно в одежду, в ее стиль. Обувь, все, тут гнется. Смотрите, какое тело. Конечно, у Барби поменялось. Появилась попа, грудь стала меньше. Так, где моя подруга Мирабель? Я даже не знаю теперь. Мне она очень нравится. Как-то жалко менять им голову теперь. Эй, Гуля, вернитесь. Давай, я сейчас приду, что-то испугали. Это, как в чайке не едят, голубь пойдет. Да, голубь! Рыжий голубь! Мы на нашем любимом озере. Кто так поет? Очень красиво. Смотрите, как дерево освещенное. Вода, кстати, такая голубая, хотя она на самом деле очень даже грязная после Нового года особенно. Пришли кормить гулии. Там кормят всех этих уток, чаек, их очень много. Погода сегодня такая классная. Давай других еще покормим пойдем? Пойдем, он там еще голубь. Давай. Я нашла свою такую старую косметичку с iHerb. Она очень, конечно, выглядит страшно. Она сломалась. Вот эти штуки просто отварвались. Ну, они на клей были посажены. Она потому что такая для... С пробниками, короче говоря, была такая косметичка. Она очень удобна. В нее реально влезает ровно столько всяких средств, которые мне нужно, когда я куда-либо езжу. Именно по вместимости. Конечно, это стоит копейки. Можно пойти купить новую. Но я за то, чтобы вещи служили максимально долго. Тем более, вот пластик, он все равно... Чего его выбрасывать, правильно? Вот пока он свое не дослужит, хотя бы он не желтый, ничего ее попротирать. Ну да, немножко как бы спачкалась. Нормальная, рабочая такая косметичка. Поэтому я за то, чтобы не выбрасывать при первой же трудности. А просто вот пришить. Я уже одну сторону пришила. Когда она все пришита, вот просто неубиваемая косметичка. Могли бы сразу, конечно, так сделать на заводе. Но специально для того, чтобы потом пошли и купили новую. Экологичное мышление во всем. Я тут нашла такие журналы. У меня старые есть, ретро. Про шитье и крой. Смотрите. 2,74 весна-лето. Вот модные журналы 74 года. Смотрите, какие фотосессии. Вообще обожаю вот эти все ретро-журналы. Читать, смотреть. Вот решение на кармашке. Очень симпатичный такой кармашек. Очень, кстати, классный. Нужно куда-то использовать в современных. Ну, ткань другая нужна, современная. И будет тоже класс. Прям чувствуется. А вот, смотрите, какие стильные костюмчики. А вот, смотрите, какое очень красивое платьишко. Или костюм. Ткань мне нравится. И вот, сочетание тоже мне нравится. Интересный. Зеленый и оранжевый. И вот здесь полоска. Тут так. Ну, прям очень даже современно. Ну, как можно на новый плать взять, короче говоря, идеи. Детки вон какие стильные в жилеточках. Комбинезончики, кстати, классные. Я не буду, конечно, вам все листать. Потому что у меня вот там целая стопка их. Ну, кстати, вот такой мне очень нравится. Я бы убрала вот этот воротник. И так, в целом, вот эти вот сочетания интересные. Вот такие сочетания. У меня есть платье. Я шила как раз таки специально. У меня есть ткань. И я делаю тоже такой же с такими же этими вставками. Какой красивый костюм у девочки маленькой. Зазанная юбочка, кофточка, куколка. Вообще обалденно. 71-72, более старый. Вот здесь было. Вот тоже такое. А вот, смотрите, интересный какой спорт и отдых. 86-й год. Вот фэшн, иллюстрации модели. Очень классные. Вот эти вообще я обожаю журналы, где вот эти рисунки. Потому что рисунки потрясающие. Смотрите, как вообще разворот. Вот если вы рисуете в скетчбуках и любите какие-то такие зарисовки, вот это просто готовый разворот для скетчбука. Один зарисовка человека, какие-то два образа, вот эти вот линии. Тут какой-то можно текст, например, какая-то схема. Вот. Тоже супер идея для какого-то скетчбука. Крупный какой-то. И людей, в общем-то, полезно рисовать. Очень круто выглядит. На современный манер это прямо сейчас тоже. Все это актуально, как и было. Мое любимое сочетание красный и голубой и черный. Это просто мои самые любимые сочетания. Обожаю. И вот для меня, видимо, было это сделано. Тут тоже красиво. И вот, смотрите, какая мода. Красивое платье. И очень много здесь, на самом деле, идей. Я когда занималась, моделировала одежду, училась и потом моделировала, я именно брала вдохновение вот в таких вот старых альбомах, когда ты видишь какую-то деталь, которая уже вроде бы не современная кажется, но на новый лад. Вот, смотрите, тоже интересный карман. Какой красивый карман. Вот тоже сочетание. Очень тоже красивое сочетание. Вот это голубой, коричневый. Ну, вообще, по сочетаниям здесь все просто круто смотрится, очень стильно смотрится. Вот какая мода. Это, кстати, Киев. Очень классный сарафан. О, смотрите, какой крутой вообще. Я бы такую хотела. Модель, молодежный комплект, куртка с комбинезоном. Круто. Вот это очень классный. Ну, смотрите, как стильно, гляньте, с подтяжками. Очень круто. Вот тут прям вообще стильно, модно. Ой, у меня садится батарейка. Детское платье. 1944. Представляете, 44-й год. Вот тоже вам мода 44-го года. И все такое доброе. Вот девочка там с колясочкой. Очень классно. 86-й год. Более уже такие современные, по сравнению с теми предыдущими. И как раз-таки сейчас, что нам надо, вот эти все балахонистые комплекты. Ой, как красиво. Вот, очень крутой. Смотрите, какое платье такое, с такими карманами. Прям надо запомнить. Такое себе. И вот это мне очень нравится, стильно. Тоже хороший журманчик. Все. На этом все. Пошла дальше. Померю вам платье. Что же у меня получилось? Я его отутюжила, наконец-таки. И сейчас примерю. Приду домой. Я в мастерской вот нахожусь. Приду домой и вам по мере покажу. Тут, кстати, так и за кулисе мастерской. Это у меня швейный, конечно, влог. Но я тут вот такие вот вещи отсняла, не докрасила. Будет на основном канале. Очень классная идея. Я надеюсь, вам понравится. О, боже мой. Посмотрите, какая красивая поталь. Камера вообще не передает. Но представьте, эта поталь, она вот с такими вот разводами. Я постаралась снять при дневном освещении. Это просто что-то нереальное. Я в шоке. Какая красотища. Я вот сделала сейчас работу. Будет на основном канале. И первый раз использовала вот такую поталь в хлопьях. И именно вот это в хлопьях. Она, видите, как переливается. Я думала, будет ерунда какая-то. И она еще плохо клеилась. Ну, в смысле, она же не пластиной клеится. Немножко по-другому. И она вот такими вот красивейшими разводами. Как, знаете, бензин. Ну, такой золотой бензин разлился. Это в реальности выглядит немножко как бархат. Немножко как, может быть, даже гобелем в чем-то. Вот когда смотришь со стороны. Но она выглядит нереально. Очень красиво. Я еще хотела тут добавлять что-то еще. Вот чисто вот это. И больше вам ничего в доме не надо. Для декора она нереально красивая. Вот так вот еще отблескивает. Вообще огонь просто. Итак, мой подарочек сегодня есть. Я взяла вот в золотом яблоке. Это была... Подружка мне сделала подарок на Новый год. Сертификат. И что я купила? Я взяла помаду. Такой необычная какая-то у нее форма. Это герлен. И мне в подарок положили пробники крема. Я очень хотела, кстати, именно эту линию попробовать. Но там такие цены на нее. Что, ну, как бы, не будешь покупать крем, а вдруг он не подойдет. Потому что стоит очень дорого. Но мне прям повезло. Я не шла специально именно за герлен. Просто так как-то консультант предложила. Я хотела именно помаду посмотреть. Что-то там на распродажах, что у них есть. И чтобы она была ухаживающая. И консультант мне предложила некоторые варианты. Вот такая вот помада. Вот в таком вот цвете. Кистусей. Вот такой у нее, кажется, насыщенный темный цвет. Спасибо подруге. Потому что так бы я точно до золотого яблока бы не дошла. Немножко далековато от моего дома. Но мне прям у них понравилось. Нанесла, в общем, такой темный вариант. И я, конечно, сейчас вообще не накрашена. Такие помады, когда ярко красишь, надо, чтобы все-таки тон там все выровнять. Сидела, чтобы было красиво. Прическу сделать. Тогда все смотрится. А так, ну, в принципе, видно. Ничего, такой оттенок. Он в жизни более холодный. У меня вот теплый есть цвет, а такого не было. Прям мне нравится. И мне кажется, цвет помады соответствует моей новой кукле. И у нее, кстати, по цвету такая же помада темная. Мне она настолько нравится. Это моя новая кукла. Я до сих пор, кстати, не придумала имя ей. Если у вас есть какие-то идеи, как можно назвать, вот какое бы ей подошло имя, то напишите в комментариях. Потому что действительно не могу придумать. Вот она такая необычная. И мне такой типаж не нравится вообще-то в девушках. Я вообще не люблю вот эти все косички. Ну, как бы не мое это все. Но в целом мне очень нравится ее образ. Я ее, когда увидела первый раз, саму эту куклу, я поняла, что вот просто обалденная кукла. Но я тогда даже не думала, что у меня там тело для Мирабель. Мирабель была целая. Просто понравилось. Я думаю, ну не буду же я куклу покупать как бы в 35 лет. Даже если она мне понравилась. Ну, вот так вот все сложилось. И я именно ее купила. И я пришло очень же много кукол. Вот я вам показывала. И подошла по цвету тела. Только это удивительно, потому что кукол было много. Ну, штук 10, наверное, сколько можно там заказать через Wildberries. И она была еще на скидке, потому что такие куклы довольно дорого стоят. А у меня была со скидкой. Я нашла вот там продавца. Радуюсь. Хожу к кукле, как не знаю. Очень странно. Попробую, может быть, либо в этом видео в конце, либо в следующем влоге поменять им головы. Но я не знаю, как менять. Ей так подходит вот это тело. Вот действительно все для нее. Она другая, чем Мирабель. У нее такая более широкие бедра. Ну, раньше в 90-е же были другие куклы. Меньше получается грудь, широкие бедра. Такие накачанные ноги современные. И прямо на нее смотришь. И если бы я подумала, если бы я была какая-то, к примеру, певица, например, я бы хотела какой-то такой, типа, стиль себе. Потому что мне нравится, как она выглядит. И теперь у меня вот две куклы, которые нравятся, будут моими талисманами. Тут была Мирабель, теперь две. Были ли у вас в детстве ваши какие-то игрушки, куклы? Про то, как я взбиваю пену в ванеже для ковров. Знаете, ее надо взбить, написано. Вручную получается ковер. Интересно, так только я делаю? Зато смотрите, какая пена. Целое ведро. Вручную я там делала, делала. Толку никакого. Ковер не могу вычистить. Ну, вот сейчас посмотрим. Вот такое у меня получилось платье. Мне даже сложно найти место в доме, чтобы вам показать его. Надеюсь, видно. А здесь по низу вот такая вот бахрома. Вот она прозрачная такая ткань. Здесь птички на прозрачной ткани. Кружево. По низу получается я пришила верхние части. И низ из шелкового. Такая получилась коротенькая такая шелковая как бы основа. Эту шелковую основу можно носить, в принципе, под любое платье. Можно носить, ну, как и ночнушку, например, домашнюю летом ходить. Как и такое коротенькое платье тоже сверху. У меня много таких, ну, сверху полупрозрачных из ткани, которые я ношу. У меня были немножко другие основы. Ну, вот появилась еще вот такая вот. Она покороче стала. И у меня была основа и по низу кружева. Не всегда это кружево по низу хорошо. И здесь сверху, ну, я не буду прям отдельно показывать основу. Здесь сверху тоже у меня идет кружево. Просто украсить, чтобы красиво так швы там были красивыми. И здесь такой расклешенный слегка рукав. И вот так вот оно выглядит в полный рост. Я не знаю, насколько сейчас видео это будет красиво. Ну, я где-нибудь его буду носить на улице. Я думаю, во влогах еще увидите. Мне очень нравится. Муж сказал, что выглядит очень роскошно, как какое-то люксовое платье, там, Дольче Габбана. Но вот эта ткань, она и была какая-то. Вот, как я вам говорила, я не помню, кто автор был этих птичек. Плюсами кружева, шелка. Ну, в общем, все самое лучшее, что у меня было дома. Носить, наверное, конечно, с каблуками. Я вот пока с носками, с такими хожу по дому. Ну, конечно, тут нужна хорошая, красивая обувь. И все. И можно куда-нибудь пойти погулять в таком платьице. Оно очень комфортное. Если вы не любите все в облипочку, ну, знаете, там, фигура не суперидеальная. Я сейчас хочу немножко похудеть, потому что, ну, короче говоря, фигура не идеальная. И как раз вот такие вот свободные вещи, они вроде и по силуэту по-вашему, но вот тут, знаете, мера такая. Чуть-чуть шире будет балахоном смотреться. Чуть-чуть уже будут подчеркивать лишнее, что у вас тут есть. Оно свободненько, очень хорошо смотрится. И за счет того, что есть вот эта бахрома, движение, она так интересно смотрится. Сейчас, кстати, бахрома очень актуальная в этом 23-м новом году. В общем, я очень рада, что у меня получилось такое платье. На самом деле, даже не ожидала, что оно получится так быстро. Я его пошила за один вечер. Ну, вот еще отутюжила потом, когда время появилось. И, наконец-таки, вам могу показать шитьем. Это прекрасно. И это классное такое переключение, когда ты все время в одной какой-то работе, а потом раз переключился и что-то сделал совершенно другое. Вроде тоже творческое, вроде тоже своими руками что-то работал. И оно немножко иначе. Все, всем до встречи в следующем влоге. Пока-пока. Знаешь, что это росло? Чего? Знаешь, как оно росло? Ух ты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok